Приветствую вас дорогие зрители, с вами Квантум. Если вы боитесь крови, тогда данное видео явно не для вас, а если нет, вашему вниманию предстанут 10 самых кровавых игр. Начнем мы как всегда с 10 места, на котором расположился The Darkness 2. В этой игре демонические руки позволят главному герою крушить, хватать и швырять предметы и даже врагов, причем предварительно разорвав плоть врага на несколько частей. Единственный враг игрока это свет. Герой может использовать тьму только в тени, свет станет оружием его противников. А на девятом месте располагается Let's 4 Dead 2. Здесь вы будете заниматься настоящей расчлененкой, возможной благодаря наличию различных видов оружия ближнего боя, топора, самурайского меча, бензопилы и другого инвентаря, позволяющего в мельчайших деталях рассмотреть внутренности врагов. Восьмое место Fallout New Vegas. Коронной фишкой данной игры стало отлетание вражеских конечностей в результате малейшего соприкосновения с пулями или другим оружием главного героя. Но самое вкусное в другом. Игроку предоставляется возможность самостоятельно выбирать почти любую часть вражеской тушки, которую он хотел бы тому оттяпать. Можно даже в режиме замедленного времени. На седьмом месте располагаются Люди Икс Росомаха. Игроку предстоит в одиночку справляться с целыми ордами врагов, драться на 10-километровой высоте и совершать множество поистине головокружительных трюков, недоступных простым смертным. Росомаха в совершенстве овладел мастерством ближнего боя с использованием адамантовых когтей. Он режет, пронзает и рассекает врагов, не оставляя им ни малейшего шанса. Шестое место Dead Space 2. Отчаянный инженер по имени Айзек ищет спасение от орды инопланетных тварей всех видов и мастей под общим названием Некроморфы. Присутствие этой игры в списке обусловлено обильно забрызганными кровью локациями, а также крупными планами сцен, в которые в ход идут колючие-режущие предметы, возникающие у лица главного героя. Пятое место занимает God of War 3. В игре речь пойдет о древних богах, которые, как известно, не церемонились и расправлялись с виновниками, рубая его мечом, клинком, выдавливая глаза и так далее. В общем, много крови и много жести. Четвертое место Mortal Kombat. Один из самых лучших файтингов и один из самых величайших игровых серий – Mortal Kombat, начавшая свой трудный путь с самых низов. Она поднялась на самый высокий игровой олимп и не спустилась с него до сих пор. Крайняя жестокость, коей серии прославилась, этому всячески способствует. Геймеры всего мира оценили зубодробительные удары и кровавейшие добивания по достоинству и вынесли единодушное решение. Одна из самых лучших серий в истории игровой индустрии. Серебряный призер нашего хит-парада – Sirius Sam 3. Игра предлагает снова почувствовать себя Рэмбо, который может выстоять против сотни врагов. Ближе к концу их будет больше тысячи на одном участке и вылечится, подобрав на бегу пару аптечек, при этом убив несколько сотен инопланетных тварей. Серебро забирает Splatterhouse. Неоспоримым достоинством игры является возможность мутузить нечисть с собственными очлененными конечностями. В общем-то оригинальная боевая система. По ходу игры героя предстоит потерпевать существенные внешние изменения. Враги буквально сдирают с река кожу и мышцы, отчего вид у него потрепанный и брутальный. Золото нашего хит-парада забирает игра под названием Прототип. Игра Прототайп разворачивается в Нью-Йорке, который разрушили монстры. Вы главный герой по имени Алекс Мерсер. У вас потеря памяти и вы превратились в мутанта. Вы обладаете огромными способностями, вы должны преодолеть множество препятствий, и никто не сможет вам в этом помешать. Когда вы убиваете монстра, вы забираете себе его воспоминания и знания. Со временем вы научитесь изменять свои конечности, превращая их в клешни, клинки и молоты, которыми сможете разрывать своих жертв. Не забывайте оформить подписку на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Также подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, ссылку найдете в описании. Больше топов вы найдете в нашем плейлисте. Спасибо за просмотр, с вами был Квантум, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok